Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Читая приинтереснейшую статью про Собчак, пишут, у Собчак сдали нервы, пожаловалась на рассыпавшуюся жизнь и депрессию. Вы знаете, меня так это умиляет. Нет, ну, у всех свои, что называется, заботы. Но куда-нибудь бы ее вот в двушечку или в однушку на работу с зарплатой, как у среднестатистического россиянина, с проблемами. Я думаю, что она бы сейчас просто жизнь медом ей показалась. Ну да ладно, вот что пишут. Жена Константина Богомолова жалуется на жизнь. Ксения Собчак не из тех, кто привык жаловаться на жизнь или делиться личным. Телеведущая, если рассказывает что-то о себе, то, как правило, ограничивается отпускными фото или делится светскими новостями. На днях она рассказала о том, что ее одолела хондра. Не в силах она больше сдерживает нахлынувшие чувства. Сейчас как раз тот случай, когда у нее сдали нервы. Значит, она уточнила, что старается искать позитив в происходящих событиях, но в последнее время сделать ей это удается все труднее. Вот что она говорит. Всегда знала про себя, что я оптимист, что надо улыбаться. Вроде убеждаешь себя, заставляешь двигаться вперед, а потом с размаху падаешь в серотониновую яму. По ее словам, временное утешение ей удается найти в рутине. Но то и дело накатывает тоска по близким, ведь они давно находятся вдали от дома. Главное, говорит она, не думать о том, что жизни, которую очень любил, больше нигде нет. Друзья почти все разбросаны по миру. Их вроде видишь, навещаешь, но это рассыпавшаяся жизнь. «Переживания сильно ударили по здоровью. Ксения, у меня дикие проблемы с режимом. Засыпаюсь в 3-4 ночи, просыпаюсь тоже поздно. Глобальных целей нет. Нет, жить тяжело», – заключила Собчак. Друзья, вот это очень хороший пример человека, который, скажем так, с удовольствием вернул бы то, как было. Вот депутат, генерал Гурулев говорил. Вот понимаете, что она говорит? Главное, не думать о том, что жизни, которую очень любил, больше нигде нет. То есть ей очень хочется вернуть ту жизнь, которая была. А какая была? А где можно было выставлять фотографии с моря и океанов? Где не нужно было думать, что какая-то фотография будет воспринята людьми не так? Где можно было ходить на разных родах вечеринки и сжировать там по полной программе? Главное – не думать о том, что жизни, которую очень любил, больше нигде нет. Вот проблема, да, у человека? Друзья почти все разбросаны по миру. Их вроде видишь, навещаешь, но это рассыпавшаяся жизнь. Ну, Ксения, если у вас друзья такие, что они все, что называется, или там часть из них побежали за границу, и теперь нужно с ними встречаться в разных странах, то это, собственно говоря, проблема только, что называется, скажи мне, кто твой друг, а я скажу, кто ты, да? У, значит, россиян обычных, среднестатистических, все на месте, все дома, что называется, и все видятся, встречаются, радуются, плачут, но вместе. А вот еще о том, что вроде убеждаешь себя, заставляешь двигаться вперед, убеждать не надо. Вот поэтому и падаешь в серотониновую яму, потому что убеждаешь себя, убеждаешь себя. Потому что это притворство. Те люди, которые искренны, те люди, которые понимают причины происходящего, и те люди, которые выражают свое мнение просто вот абсолютно честны и искренни, Они не падают в серотониновую яму по одной простой причине. Потому что они честны, искренны. Потому что они так считают. Если человек понимает, что ему приходится говорить так, как надо. Говорить для того, чтобы зарабатывать здесь деньги. Учитывая, что здесь медийные ресурсы. Но взгляд на происходящее иной. Нужно убеждать себя и падать в серотониновую яму. Это абсолютно понятно почему. Поэтому то, что она не в силах сдерживать свои чувства. Сдали нервы. Позитив в происходящих событиях. Позитив не всегда виден в происходящих событиях. Но если точно понимать причины происходящего. Никогда никакой депрессии не будет. Поэтому в данном случае это с моей точки зрения избалованный человек. Который привык к тому, что все можно. А тут вдруг оказалось нельзя. И нельзя это не потому, что ей нельзя. А нельзя потому, что общество изменилось. В соответствии с геополитической обстановкой. Трансформационные процессы в обществе идут. Она вроде уехать не может. Потому что здесь у нее заработок. И здесь теперь ее пришпандорили так, что вести себя так, как раньше не получится. Вот у человека и идет внутренняя борьба. Хочется жить, как раньше, показывая всем все, что угодно. А вроде как и нельзя. Вот вся проблема в этом. Что называется, нам бы ваши проблемы. Друзья, что вы думаете на сей счет? Пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Если вам нравится то, что я делал, друзья, можете поддержать канал Будда Гришна. Ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео. Если вы известный человек или талантливый человек, бизнесмен, предприниматель. Хотите, чтобы о вас узнали многие люди. Или наоборот не хотите, чтобы десятки тысяч ваших потенциальных клиентов проходили мимо вас каждый день. Для вас есть интересное предложение. На моем сайте буддагришна.ком Пожалуйста, можете посмотреть, почитать, послушать. Если заинтересуетесь, пишите. Друзья, подписывайтесь на мой телеграм-канал Будда Гришна. Новости успехов, здоровья. Всем пока. До встречи.